Здравствуйте, это Укрлайф ТВ, и мы продолжаем наши прямые эфиры. Я хочу напомнить, что наш друг и партнер – медицинский центр «Призма». А сегодня с нами на связи Павел Щелин, он аспирант Центрального Европейского университета. Кстати, я вот сейчас подумала о том, что когда-то, много лет назад, я тоже там немножко училась, поэтому, Павел, здравствуйте, очень рада встретить практически человека, который тоже учится в Центральном Европейском университете. Павел, вот мне сказали, что, признаюсь честно, человек для меня авторитетный, сказал мне, что вы очень хорошо разбираетесь в американской внутренней и внешней политике, и поэтому прямо с этого, наверное, давайте и начнем. Павел, вот последнее время Америка, после того, как Байден сказал, что Америка вернулась, в какой-то момент все почувствовали, что она возвращается, и наконец-то появилась такая классическая дипломатия, и эта классическая дипломатия не всегда у всех вызывает восторг, даже вот тут у нас в Украине, но она такая, как есть. И Байден человек опытный, умный, и команда у него соответственная. И поэтому давайте поговорим о том, что же происходит сейчас в Америке, и с Америкой на внешних горизонтах. Говорить кратко одним предложением, то происходит перезагрузка внутри страны американского мифа, происходят эксперименты мирового масштаба в очередной раз, как это уже не первый раз было в американской истории, и последствия эксперимента нам только предстоит увидеть. Здесь нужно сделать очень такое длительное отступление, потому что, чтобы понять американскую политическую систему, нужно смотреть на нее глазами тех идей, которые сформировали американское общество и американский политический эстеблишмент. Соединенные Штаты — страна во многом уникальная. В отличие от большинства государств, это страна, у которой национальный миф и идея появились до того, как появилась страна. И эта национальная идея и национальный миф, они очень определенного содержания и очень определенного свойства. В самом упрощенном виде это можно обозначить как идею избранности, то есть быть ее в качестве града на холме. Это началось с самого XVII века, когда группы протестантов прибыли в Новый Свет, чтобы построить там новое, невиданное до тех пор общество, в буквальном смысле новую землю, новую землю под новыми небесами, которая была бы не подвластна старым законам, архаическим историей, которые господствовали в тот момент в Старом веке, а вот в Новом Свете, соответственно, возможно было бы построить нечто, что дало бы свет всему миру. То есть это не просто метафоры, это те глубокие смыслы мифа и образа, на котором американская политическая культура основана с самого начала. И как следствие, американская внешняя политика всегда была в той или иной мере отражением этого глубокого внутреннего самосознания. Это могло происходить, в принципе, двумя принципиальными путями. То есть один этот традиционный, скажем так, республиканский путь, когда Америка активно должна нести свет и демократию, бороться с авторитарными режимами по всему миру. Но это путь активного вовлечения. Есть опыт другого периода, когда Америка концентрируется на самодом, который должен просто самим фактом своего существования вести мир в лучшей жизни. Назовем это так. И это очень-очень сжатое и краткое отображение того, чем Америка была на всем протяжении собственной истории. Вот этот американский миф. То, что как новая страна с уникальной средой, где в соответствии с глубокой протестантскими принципами, в принципе каждый человек обладает, является ли он избранным и исключительным. То есть протестантская идея, в отличие от других традиционных религий, в том, что спасение человека предопределено изначально. И единственное, что человек может сделать в течение всей своей жизни, это узнать, является ли он избранным или нет. Собственно, знаменитые слова Американской декларации независимости, что у каждого есть неотъемлемое право на преследование счастья, отцами-основателями трактовались, по сути, всегда именно в этом контексте. Право узнать, являющийся ли ты избранным. И это отложилось очень глубоко в американской политической культуре, культуре в целом и ментальности. Допустим, вот эта идея избранности, она под велением капитализма в XIX веке и к началу XX века в массовом сознании трансформировалась в идея успеха. То есть одно из самых страшных оскорблений, которые внутри себя до сих пор несет среднестатистический американец, это страх быть неудачником. То есть просто если у вас раньше был избранный или неизбранный, с точки зрения религиозной небольшой общины, то теперь это трансформировалось в неудачника или неудачника. И до поры до времени, совсем хорошо до 1960-х, со скрипом до начала XXI века эта модель работала. Все дебаты шли, по сути, только по поводу того, внутри страны, кому эти принципы могут быть отнесены. То есть если сначала это были только белые мужчины, то потом это стали все мужчины, потом это распространилось на мужчин и женщин. Но сама логика и с нами принцип, это уникальный эксперимент, который принес такие плоды, такие достоинства американскому обществу. И это лучшее, что могло бы было произойти с человечеством, и это может быть только распространено. Но это так было. А сейчас ситуация изменилась. То есть вы сказали, что сейчас идет, я напомню, перезагрузка американского мифа. Как же эта перезагрузка происходит? Что перезагружается? Ну, собственно, проблема в том, что за последние 50 лет этот сам миф внутри американского общества, по крайней мере, значительной частью его эстаблишмента, был признан несостоятельным. Для этого есть целая совокупность причин, начиная как от материально-экономических до внутреннего развития идеологий. С материальной точки зрения проблема в том, что под влиянием глобализации множество американцев в массе своей перестали быть исключительными. То есть конкуренция со странами Азии, с рабочей силой стран Азии, с Китаем привели к тому, что вот эта идея американского среднего класса стала размываться. И все сложнее американцам внутренним вот это поддерживать статус не неудачника. То есть это объективные материальные трудности. По сути говоря, десятилетия экономического роста на индивидуальном уровне значительно сжираемого инфляции, оно подрывает, условно говоря, базу среднего класса, что в рамках этой модели является ключевым условием. Второй процесс — это процесс, на фоне этого происходит углубление урбанизации, другими словами, разрушается ткань маленьких городков, маленького гражданского общества, которое в протестантской модели является ключевым. То есть вот этот весь, условно говоря, уют традиционно на протяжении столетий американец черпал вот в гражданских связях и в семейных связях традиционные модели нуклеарной семьи и в модели вовлечения в ассоциации. Еще Алексис Дета Квинт писал то, что американцы любят объединяться по любому поводу от клуба для боулинга до борьбы за местный локальный парк. То есть вот эта культура гражданского сотрудничества, гражданского обмена, она питала жизнь каждого отдельно взятого человека. Опять-таки то, что это все разрушается. Ну и, наконец, есть просто последствия не очень оптимальных государственных политик, которые зачастую проводились с лучшими намерениями, но в конечном итоге опять-таки приводили к размыванию среднего класса и в каком-то смысле к увеличению числа атомизированных одиноких индивидов, которые находятся в определенном состоянии потерянности. Это один комплекс идей. А вторая проблема — это внутренний процесс внутри американских университетов. Ситуация, когда на протяжении десятилетий число профессуры, которая критически настроена к американской идее как таковой, постепенно, постоянно увеличилась. И на данный момент надо понимать, что 80% всех американских преподавателей в гуманитарных дисциплинах, они принадлежат к той группе, которая в американском контексте называется «либералс», но это более применимо скорее… Это не либеральные в европейской традиции, это скорее критически настроенные по отношению к текущему положению дел. И если ранее вот идея американской исключительности под сомнение не ставилась, то вот прежде всего в университетах эта идея была поставлена под сомнение. Американцы, по крайней мере, вот эта часть американской элиты активно расколдовала себя, саму себя расколдовало американское общество, скрыло его недостатки, пороки и язвы, объявила в каком-то смысле всю американскую историю, историей системного угнетения, которую уже нельзя починить, а можно только пересобрать. И в этом смысле вот этот радикальный эксперимент, он из университетов сейчас переходит в зону политического процесса. Вот если бы мы как-то проще сформулировали в качестве такого промежуточного, я не люблю слово «итога», но какой-то такой промежуточной какой-то линии, да, вот и так вот было как и как теперь это может звучать. Вот давайте вот коротко нашим зрителям как-то это еще раз к этому вернемся. Хорошо, раньше американцы искренне были уверены, что они живут в лучшем стране, которая когда-либо существовала на этой планете. Сейчас они далеко, скажем так, в массе, уверены в этом гораздо менее. И есть активная группа, прежде всего интеллектуально образованного, считая Америку чуть ли не самым худшим обществом за всю историю существования человеческой цивилизации. Ну и вот, когда этот миф трансформируется, то сейчас понятно, как он может звучать и как он может выглядеть, и как это вообще отразится на, если хотите, в целом на социально-политической ситуации в Америке. Потому что вот те тенденции, о которых вы говорили, тенденции, связанные там с размыванием среднего класса, там все, вот мысли о том, что я не неудачник. Ну, конечно, мы же все помним, американская мечта, что ты можешь все, что все тебе под силом. Это же тоже все мы помним. То есть какие последствия тогда вот эта трансформация может иметь для социальных каких-то процессов? Смотрите, предсказать последствия на данный момент невозможно, именно потому что эксперимент действительно крайне масштабный. Собственно, суть эксперимента в том, что в основу социальной солидарности вместо того, что объединяет индивидов, то, что каждый может испытать себя, проверить, достоин ли он, способен ли он доказать самому себе и окружающим, что он является избранным, поставлено различие. То есть попытка из того, то, что объединяет общество, все это отринуть, а вместо этого сконцентрировать все внимание политической системы и политического воображения на том, что людей различает. Будь то расовые различия, будь то классовые различия, будь то половые различия и так далее. И, собственно, в этом суть эксперимента. Что может получиться, если вместо единства в центр нашей политической системы мы поставим различие? Вот если вот совсем упрощать, вот до предела. Вот я тогда хотела бы уточнить, различие или разнообразие? Различие, не разнообразие. Это именно различие, потому что разнообразие предполагает идею гармонии. То есть когда мы говорим слово разнообразие, мы предполагаем идею гармонии. Собственно, опять-таки старая американская идея плавильного котла, в котором все вот эти различия преобразуются в новое единое целое под благоприятным действием американской идеи. Нет. Сейчас нам вот эта, скажем так, идеология критической социальной тени нестираемыми. Она провозглашает эти различия определяющими в судьбе человека. И она провозглашает иерархию этих различий. Другими словами, есть иерархия от угнетенного к угнетателю, где угнетенный обладает наибольшим правом на голос. Вот вы сказали, что вот этот миф американский всегда оказывал очень важное влияние на внешнюю политику. Давайте вернемся. Какое же теперь влияние вот такой миф может оказывать на внешнюю политику? Ну, очень простое. Вы не можете проводить сильную внешнюю политику мессианского толка, в котором так или иначе была вся предыдущая американская внешняя политика. Если вы считаете себя не градом на холме, источником света для человечества, а условно тюрьмой угнетения, которая должна каяться перед самим собой и перед всеми теми несчастными угнетенными, которые американское общество виновата за все протяжение своей истории. Другими словами, неважно, насколько хорош меч, который ваша внешняя политика держит в руке, другими словами, неважно, насколько хорош весь американский военно-промышленный комплекс, если у элиты нет готовности, да и просто говоря, желания его обнажать. Иными словами, то, что вы сейчас сказали, можно перефразировать следующим образом, что если внутри, внутрь, повторюсь, если внутренняя политика строится на основе таких вот различий, то эти различия изнутри создают такую ситуацию, что нельзя проводить какую-то серьезную, влиятельную и весомую внешнюю политику, и таким образом проблема с возвращением Америки, которую анонсировал Байден, может быть затруднена. Я правильно понимаю? Да, нельзя в том смысле вам самим это не особо хочется. У вас есть гораздо более важные и острые вопросы, допустим, как проведение эксперимента внутри страны, ведь что происходит во внутренней политике? Сейчас американское правительство осуществляет самую масштабную с 60-х годов попытку всей реформы отношений между отдельным американским гражданином и американским государством. С этим связаны вот эти огромные программы по расширению социальных пособий, огромные программы по инвестициям в инфраструктуру и так далее. И вот на этом внимание сфокусировано. В таких условиях внешняя политика является для вас зоной, которая отвлекает вас от действительно важных проблем. Означает ли это, что Америка сейчас по каким-то объективным причинам может замкнуться в первую очередь на своей внутренней жизни, на своей внутренней экономике, на каких-то решениях тех задач, о которых вы говорили только что? Ну, это повышает эту вероятность до предела, назовем это так. И мы, в принципе, видим первые звонки уже достаточно четко. Вот это возвращение Америки, которое проанонсировал Байден, оно же возвращение очень определенного характера. Собственно, единственная повестка американская, которая американскому руководству сейчас интересна, это зеленая экономика. Борьба с изменением климата, и то только потому, что это считается одной из ключевых задач во внутренней поездке. Все остальное, в принципе, интереса не представляет. По-настоящему. То есть, вот и глубокого интереса. Ну, вот тот социальный эксперимент, о котором вы сейчас говорите, это ведь не какая-то такая, знаете, ну, я не знаю, процедура или реформа, старт, который был просто дан. Вот с сегодняшнего дня вот принят закон, и мы с этого дня живем по-другому. То есть, это же процесс, он как-то растянут каких-то в исторических таких, я не знаю, там, измерениях. И он начался до прихода Байдена, еще со времен Трампа, или, может быть, со времен Обамы, или в какой момент начался процесс вот этой трансформации, и сколько он может продолжаться, и как тогда, какого поведения можем на внешнеполитической арене ожидать от Америки? Ну, если рассматривать именно процесс, то, да, во внутренней политике на таком массовом уровне идеи, вот эти университетские идеи стали политической реальностью с приходом к власти Барака Обамы. Действительно, начиная с 2008 года после кризиса 2008 года, собственно, да, Барак Обама этот процесс начал, он действовал в какой-то степени слишком быстро или недостаточно быстро, в зависимости от вашего взгляда на этот спектр, и Трамп был реакцией на скорость таких изменений, потому что, ну, часть американского общества хочет сохранения старого контракта и до сих пор верит в американскую исключительность старого, старого образца. Но, а Байден в каком-то смысле его во внутренней американской публицистике часто называют третьим сроком вот той линии, которая началась просто благодаря коронавирусу с гораздо большей интенсивностью, с гораздо большей амбициозностью, назовем это так. Пределов этого движения на данный момент сказать сложно, это будет напрямую зависеть от внутреннего сопротивления, которое будет оказано изнутри страны. Пока что тенденции очень сложные и тяжелые. Если рассматривать на социальном уровне, мы видим то, что внутри страны происходит все больше и больше размежевания. То есть, вот эта ставка на различия, к сожалению, приносит свои плоды. Буквально на этой неделе было несколько таких показательных соцопросов. В частности, один из них показывает, что порядка 37% так или иначе с благословностью относятся к идее выделения своего региона в отдельное государство. В зависимости от того, где вы смотрите, это могут быть либералы в Калифорнии или консерваторы в Южных Штатах. Но на уровне идеи это большое федеральное правительство создает напряжение для внутреннего единства. Ну и объективная проблема, чего раньше не было никогда в истории, все меньше и меньше членов демократической партии могут сказать, что они гордятся своей страной, что страна не нуждается в какой-то радикальной трансформации, радикальном преобразовании. Только 55% сторонников демократической партии считают Америку хорошей страной. Причем цифра становится еще меньше, если мы смотрим на молодых демократов. А что с республиканцами интересно? Те наоборот, те держатся за вот эти старые американские ценности, старые американские идеалы, но в таком контексте понятное дело, что они также прежде всего сконцентрированы на защите своих ценностей и идеалов внутри страны. То есть сейчас, если исходить из того, что вы сейчас сказали, то получается, что вот это разделение общества накануне выборов президентских между Трампом и Байтоном, это все было не случайно, основывалось на вот этих двух мифах, о которых вы говорите. Нет, это совсем не случайно, я в рамках небольшой саморекламы, у меня было несколько лекций на эту тему с Юрием Романенко, мы там подробно обсуждаем не случайность этого раскола и более того, тут что важнее, были ожидания, что приход Байдена будет приходом такого умеренного президента, который будет работать на то, чтобы эти расколы за любые центростремительные тенденции в американском обществе, но, к сожалению, эти ожидания не оправдались совершенно, политика Байдена это политика радикального президента-трансформатора, который хочет войти в историю как новый Франклин Рузвельт и осуществить радикальное преображение американского мифа. Что это значит для внешней политики? Действительно, то, что на какое-то время Америка может уйти в себя и это важно понимать, вопреки скажем так, вопреки образу, который есть у многих людей, Америка крайне самодостаточная страна. Порядка 70% всей ее экономики это вопрос внутреннего производства и внутренней сферы услуг. Большая часть импорта-экспорта идет в соседние с ней Канаду и Мексику, которые, в принципе, никуда от Америки не денутся. Вот это в рамках нафты все остается. А внешний мир вот с точки зрения таких хардкорных материальных интересов, особенно после того, как Америка благодаря станцевой революции вышла в статус нет экспортера энергии. Объективных потребностей не так много, как, допустим, у того же Китая, как у той же России, как у той же Украины. Ну и давайте дальше разовьем эту мысль. Да, она самодостаточна. И что, многие страны самодостаточны. Вот Китай самодостаточен, я думаю, тоже вполне или нет. Совершенно. Китай полностью зависит от... Модель экономики Китая вся экспорта ориентированная. Крах логистических цепочек по китайской экономике ударит так, что кризис 2008 года всем покажется детским лепетом. Но сейчас речь не про Китай. Да. Да, и вот Америка самодостаточна и дальше. И что это означает для мира? Что для Евросоюза означает? Что для Украины это означает? Что в конце концов это означает для России? Это ведь тоже немаловажный фактор. Скажем так, это означает то, что возникает одно возможности, где будет господствовать сила, скорее всего, как уход даже только в определенной степени ухода такого крупного игрока и опять-таки даже не ухода, это потери этим игроком интереса к внешней политике. Это не совсем уход, это именно потеря интереса, определенного рода апатия, и этой апатии будут пользоваться. Ну, разумеется, мы это видим, собственно, уже сейчас с Гонконгом, мы это видим, конфликт в Карабахе, мы видим множество событий, которые происходят, в принципе, американская реакция на все эти события достаточно пассивна. Сейчас основную тревогу на самом деле вызывает вопрос Тайваня. Можно здесь, чтобы решить тайваньский вопрос? Ну, с другой стороны, мы видим и другое. Мы видим визит президента Байдена в Европу, мы видим множество саммитов, переговоров, мы видим его активную позицию в отношении с Россией, мы видим активную позицию администрации Байдена и в отношении с Китаем и многое-многое другое. С другой стороны, конечно, мы понимаем, что Америка выходит из Афганистана, но тем не менее, тем не менее, она будет пытаться влиять в Центральной Азии и так далее. То есть, с одной стороны, кажется, что да, а с другой стороны, вроде как-то эта активность тоже есть. Это активность по остаточному принципу. Просто потому, что весь период, когда вы, простите меня, десятилетиями так глубоко вовлечены во все мировые события, вы не можете сделать практически любой шаг одномоментный. Но если мы говорим именно о, условно говоря, желании, стремлении, потребности, то она, конечно, относительно уходит. Вы упомянули множество встреч, которые были проведены во время этих саммитов. Ну, де-факто, мы видим, произнесено много правильных слов, но единственные меры, в которых действительно виден интерес, это все, что связано с изменением климата и со всей экологической повесткой. С точки зрения баланса сил, баланса интересов, с точки зрения продвижения ценностей, которыми американская политика отличалась весь предыдущий период, мы видим определенного рода апатию, мы видим определенную роду неготовность никаким образом эти ценности защищать. Но с другой стороны мы видим масштабные проекты внутри Америки, о которых вы уже говорили, и насколько эти масштабные проекты способны сделать вот этот новый миф, если хотите, ну, не знаю, толчком, который двинет Америку вперед и даст ей какую-то такую реновейшн, я бы сказала. Сложно сказать, в любом случае этот вопрос, в любом случае такой процесс займет время, причем это вопрос ни года, ни двух, минимум это вопрос 50 лет, и то это если будет 50-10 лет, чтобы сделать хоть какие-то первичные выводы. Но пока что все, что мы видим судя по внутриамериканской политической жизни по тем сообщениям, которые идут, мы только видим, как я уже сказал, углубление противоречия, углубление внутреннего неприятия сторонами политического спектра друг друга. То есть, если раньше, условно говоря, ключевая позиция в американской внутренней политической жизни был центризм, то теперь это либо правый, либо левый радикализм. Как эти две тенденции могут примириться друг с другом, на данный момент не особо очевидно, но... То, что происходит сейчас в Конгрессе, вокруг новой администрации, это ведь какие-то такие политические процессы, которые активны, это же не просто что-то все зависло в воздухе. То есть, внутри это все двигается, все работает, то есть, есть какой-то консенсус все-таки политических элит из разных партий. Или это все-таки речь будет... Нет, это борьба. Нам идет борьба, просто надо понимать, тут важный еще момент, то, что по итогам выборов 2021 года на ближайшие два года, то есть, ну, сейчас уже практически только на год, у демократов уникальное положение контроля над всеми ветвями власти. И они пытаются в этот год протолкнуть максимальное количество всех вот этих амбициозных планов, которые раньше американское правительство бы не осмеливалось осуществлять такие траты, такие финансовые интервенции в экономику. А сейчас такое окно возможностей есть, и они пытаются этим пользоваться. Республиканцы со своей стороны пытаются как-то на этот процесс повлиять, но сказать, что есть консенсус, это было бы сильным преувеличением. Просто сейчас есть окно возможностей, когда, в принципе, любые мечты и желания могут быть проведены практически без консенсуса. Павел, вот в какой момент, когда же это случилось, что вот средний класс традиционный, который определял, когда вот он стал размываться, когда это стало ощутимо, когда это стало проблемой? И тут только экономические какие-то предпосылки? Или тут какие-то другие еще там примешивались, дополнительные факты? Ну, как я сказал ранее, началось это примерно с 60-х годов. Стало по-настоящему это ощущаться в нулевые, а полноценная проблема это вот после Обамы. То есть, помимо объективных экономических... Я не слышу, Павел, помимо экономических... Вы хотели... Помимо экономических... Помимо экономических... Да. Мы не услышали вас. Но помимо экономических причин это действительно феномен... То есть, вот вот эта идея избранности, вот эта идея исключительности, она стала подвергаться активной эрозии начиная с 60-х годов, 70-х годов под влиянием технологического прогресса, под влиянием технологических изменений. Эти структуры солидарности местной особенно стали распадаться. Американцы становились все более и более атомизированными. Возникал запрос на новое объяснение того. Другими словами, в экономике стало слишком много людей, которые сами себя считали неудачниками. И, соответственно, возник, условно говоря, запрос на объяснение. Почему? И, условно говоря, разные сегменты политического спектра предлагают разные объяснения. Условный левый сегмент дает следующее объяснение. Ты являешься неуспешным и неудачником, потому что правила игры в отношении тебя с самого начала были нечестными. Другими словами, потому что ты афроамериканец, потому что ты женщина, потому что ты изначально принадлежал к бедному классу. Вот именно поэтому вся твоя дальнейшая жизнь оказалась не такой, как ты ожидал в соответствии с американской мечтой. То есть, вот это посыл, условно говоря, левой идеологии. Посыл правой идеологии, радикальной, он состоит в том, что вот эта традиционная американская мечта, с ней все было прекрасно, пока не пришли условные предатели, которыми являются левыми, либо пока не пришла глобализация, которая забрала все наши прекрасные рабочие места и отвезла их в Китай. Это если вот радикально упрощать. Собственно, избиратель Трампа это скорее вот правая часть, вот скорее покупает вот такое объяснение, а сторонник активистского крыла демократической партии, он скорее вот выбирает левое объяснение своего, вот этого процесса. Но ведь если это случилось бы в Украине, более-менее было бы понятно, да, сложная история, мало денег, ну, не такая богатая страна, мало возможностей, но с Америкой этого не могло бы случиться, нам бы так всем, вообще всему миру казалось, что Америка такая богатая страна, что все так замечательно, откуда, почему вовремя не поймали, почему дали этой ситуации развиваться, как вы считаете, в чем тут проблема? Я думаю, здесь уже мое личное объяснение, мне кажется, ключевая проблема это сыграло изменение функции интеллектуальной элиты в американских университетах, которое как раз началось в 60-е, 70-е годы, когда основное направление, когда в качестве своей основной задачи политические мыслители и философы стали видеть не познание мира, не познание реальности, не преследование истины в политической дискуссии, в политическом дебате, а преобразование мира. Условно говоря, вот эта традиция, которую можно проследить от Гегеля к Марсу, добралась до Америки и дала свои плоды в американских университетах. И отсюда стало наблюдаться определенное пренебрежение к тому, что реально происходит в экономике, в политике, в стране, в культуре в угоду тому, что должно происходить в этих областях в соответствии с определенным набором идеологических установок. Я правильно понимаю, что то, что сейчас происходит, вот эти большие вложения и выплаты гражданам, это переход к такой социальной экономике, вот больше похожей на, может быть, европейскую такую, да, социальную? Да, то есть, условно говоря, это попытка решить эту проблему, то есть, накопленное состояние, скажем так, нереализованной американской мечты, попытка ее решить путем масштабного государственного вмешательства, путем искусственного поднятия всех до вот этого уровня американской мечты. Насколько это, скажем так, является реалистичным ожиданием, сказать сложно. В истории, в принципе, нет примеров того, чтобы вы могли просто путем раздачи денег поднять уровень жизни населения в долгосрочной перспективе, но соблазнен действительно есть, тем более, что статус резервной валюты, глобальной резервной валюты доллара американским правительством по-прежнему сохраняется, поэтому, скорее всего, собственно, решились на такой эксперимент. Ну и последний вопрос, вот противоречие в обществе, это всегда возможность манипулировать ситуацию внутри страны внешними игроками какими-то. Насколько сегодня Соединенные Штаты уязвимы перед игрой каких-то серьезных игроков, но это же всегда удобно, вмешаться, мы же знаем историю про вмешательство, про хакерство, про вмешательство через социальные сети, я не знаю, кучу всего можно найти, но тем не менее, насколько сейчас Америка, идя таким путем, становится уязвимой для игры каких-то других крупных игроков. Нечто противоречащее общественному мнению на самом деле не так сильно. Основная проблема, она глубоко внутри. Даже та история про вмешательство, которое активно тиражировалось в средствах массовой информации, во многом была использована собственно говоря, собственно, демократической партии, с одной стороны республиканской партии, с другой стороны, чтобы дать самим себе понятное объяснение, почему произошло то или иное политическое событие. Другими словами, вместо того, чтобы признаваться самим себе, что мы что-то недоработали, мы что-то недопоняли в нашем обществе, мы упустили какие-то процессы, гораздо проще приписать свои поражения чему-то внешнему, какому-то вмешательству и так далее. То есть здесь американское общество ничем, в принципе, к сожалению, не отличается от типичных, от любого другого, которое всегда готово использовать фактор внешней угрозы для объяснения собственной неудачи. Но я бы сказал, отвечая на тот вопрос, который вы задавали ранее, что остается делать тем игрокам, другим странам, которые оказываются в этом дивном новом мире, ничего другого, кроме как обретать собственную субъектность, предлагать свои проекты мышления, не остается. Потому что в противном случае надеяться, что удастся спрятаться за вот этим зонтиком, за вот этой святой системой архитектуры безопасности, которая выстраивалась в предыдущие десятилетия, становится все сложнее, особенно для тех стран, которые на данный момент не получили жестких гарантий. Упрощая говоря, если Тайвань сомневается в том, выступят ли Соединенные Штаты на его защиту в случае вооруженного конфликта с Китаем, то вопрос более чем серьезный. Павел, спасибо вам огромное, мы вам очень признательны. Спасибо. Павел Щелин был сегодня с нами на связи. Я, конечно, прошу вас, наши дорогие зрители, прощения за то, что связь была не такой качественной, как хотелось бы. Поэтому мы обещаем, что сделаем все возможное, чтобы в следующий раз она была качественной. Спасибо вам огромное, оставайтесь с нами. Это был Укралайф ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok